Коллеги, приветствую, я Александр Молчанов и это второй день нашей с вами сценарной онлайн конференции, восьмой сценарной конференции. И если вы меня видите, если вы меня слышите, если вы смотрите в прямом эфире, то напишите пожалуйста в чате, что вы меня видите и слышите. Друзья, вчера совершенно забыл, настолько плотный, настолько контентный день был, что совершенно забыл за весь день, ни разу не упомянул то, что у нас в нашей сценарной мастерской прямо сейчас идет набор на онлайн курс сценарий телесериала. Если вы хотите, может быть вы даже и не планировали писать сценарий, но послушав нашу конференцию, может быть вы поняли, что вы хотите попробовать в этом направлении развиваться, то самое время это сделать и самая простая, самая прямая дорога, как это сделать, это пройти по ссылке в описании, подать заявку, оплатить ее и занять место в мастерской. И в декабре, январе, феврале мы с вами вместе напишем сценарий вашего первого телесериала. Так, сегодня у нас начинаем мы. Так, вот Юра уже стучится. Сейчас я его запущу. Так. Галерея. Юра. Так, сейчас звук. Один-два раз. Раз-два один. Отлично, отлично тебя слышно. Все прекрасно. Юра, очень рад тебя видеть. Александр, взаимно. Ты прям похорошел, забородел. Прям такой чертяка. Да, да. Так, ребят, приветствуем, приветствуем Юрия Клавдева, выдающегося драматурга, безо всяких, безо всяких скидок. Очень Юра уважаю, как автора, как мастера и драматург, и сценарист, и преподаватель. И сейчас он нам что-нибудь расскажет. Я тебе нужен в эфире, Юр? Или как? Так, у нас формат обычно такой, 50 минут человек вещает, 10 минут ответы на вопросы. Если, например, я тебе нужно, чтобы я где-то там рядом был, подрякивал, я готов присутствовать. Слушай, ну я не знаю, присутствую. Я у тебя первый раз не знаю, как лучше, как обычно у тебя люди делают, потому что я как бы и так могу, и так могу. Ну давай, короче, жги, правду матку, скажи людям. Хорошо. Итак, всем здравствуйте. Я, правда, никого не вижу, но наверняка нас здесь много. И, соответственно, мы все коллеги, будущее или в настоящем времени, не знаю. А это означает, что все мы пишем о современности. Все мы пишем так или иначе, пытаемся осмыслить современный мир. Как любые писатели и как любые живые люди, да, мы сталкиваемся с тем, что этот мир постоянно усложняется, постоянно как-то ускользает от нас. Вот я, конечно, буду сейчас в основном говорить, наверное, и делиться какими-то вещами из собственного опыта, потому что в шкуру другого человека влезть, как вы уже, наверное, все понимаете, невозможно. Вот, поэтому буду рассказывать в основном какие-то вещи, которые исключительно вот постиг сам за это, вот за те 20 лет, что я, собственно, зарабатываю тем, что пишу и извлекаю из собственной головы какие-то концепции. Так вот. Что мы имеем на сегодняшний день, товарищи? На сегодняшний день мы имеем мир, который достиг, если верить отчетам различных ученых, товарищей, мир достиг определенного уровня технологической сингулярности, когда, и это очень интересное время для писателей, когда техническое оснащение, да, любого мира, любой квартиры и любого человека далеко перешагнуло за рамки его понимания. То есть, если даже в 50-е, какие-то 60-е годы люди, имеющие в своих квартирах радио и телевизоры, хотя бы приблизительно понимали, как они работают, да, вот, и в каждую коробку с телевизором, с радиопередатчиком вкладывались печатные схемы, значит, какие-то, соответственно, контактные планы, и любой, в принципе, человек мог, посидев несколько дней и разобравшись во всех этих пирогах, в принципе, спокойно починить свой телевизор или радиоприемник, поломавшийся, да, и вновь влиться, в мировое информационное пространство врезаться. Ну, другое дело, что там, да, оставим за скобками, чтобы починить приемник можно было, как показывает нам прекрасный фильм, Иван Васильевич меняет профессию, только достав определенные радиодетали, которые были там в дефиците, покупались они у перекупщиков, спекулянтов и т.д. и т.п., но все-таки покупались. Каким-то образом, вот, я не знаю, у нас был старый телевизор «Каскад», мы его каким-то образом постоянно с мамой чинили, у меня у мамы исключительно гуманитарное образование, у меня на тот момент третьеклассника не было вообще никакого, вот, но мы как-то все-таки умудрялись это сделать. Сейчас же, смотрите, даже какие-то технические приборы, даже какие-то электрические приборы усложнились настолько, что это превратилось уже фактически в магию. Мы знаем, как их включать, мы знаем, как их выключать, но уже, например, даже для того, чтобы настроить по-человечески, чтобы работал какой-то телевизор или компьютер, нам уже нужен конкретный специалист. То есть сами мы этого не сделаем или сделаем трудно, плохо, неправильно, будут торчать проводочки, хромать быстродействие, и различные какие-то вещи все равно придется потом в итоге звать специалиста, который скажет, что, боже, что же вы здесь наковыряли, почему не позвали меня сразу. И, на мой взгляд, это, как понимаете, тоже, да, это нехорошо и неплохо. Это движение прогресса вперед. Оно будет происходить, хотим мы этого или нет. Вещи будут усложняться, и мы должны за этим... По крайней мере, мы, писатели, да, потребитель может за этим не успевать, но потребителю и не надо, да, ему объяснят. В магазине на какую кнопку нажать, чтобы посмотреть мультик, он нажмет, посмотрит, ляжет спать, как бы ему больше не нужно. Он потребитель, он этот мир, он этим миром только пользуется, он его не познает практически никак. У писателя несколько иная задача. Писатель должен смотреть в глубину мира, он должен смотреть в глубину людей, он должен чувствовать этот мир как можно более ярко, как можно более тонко. И, соответственно, за этим миром каким-то образом поспевать для того, чтобы сообщать потребителям некие философские истины, к которым он пришел. Поскольку, да, тоже вот как мы видим в исторической... На вот этой исторической прямой развитии цивилизации, там прямой спирали, неважно, на вот этой линии развития цивилизации мы видим, что мир без определенных каких-то... Вот там многие, да, вот сейчас чуть-чуть отскочу в сторону, там, я не знаю, немедленно вспоминается неплохой такой старый анекдот, когда два человека встречаются, и один другому говорит, вот ты можешь мне назвать... Сколько ты можешь мне назвать на вскидку античных философов? Ну, человек такой, ну, не знаю, наверное, человек пять-шесть-то точно назову, там, всякие Архимеды, Пифагоры, Аристотели, там, Анаксагоры какие-нибудь, Протагоры, Забдеры, там, Фалес, вот, все понятно. Хорошо, говорит человек, а сколько ты можешь назвать философов там нового времени? Ну, здесь, наверное, придется как-то порыться в памяти, но, наверное, тоже там навскидку тройку, четверку назову. Какие-нибудь там Вольтеры, Руссо, вот. А новейшего, ну, тут уже, не знаю, если не пользоваться, да, песней Псоя-Короленко, где они все практически названы, все эти, там, Дериды, Лосев, там, и т.д. и т.п. он говорит, да, вот, представь себе вот такая вот штука, вот столько ты можешь философов назвать на вскидку. А теперь представь, что один только институт философии в Москве, Государственный институт философии в Москве, выпускает каждый год, соответственно, вот несколько сотен вот этих товарищей, десятков там сотен, уж не знаю, сколько он там выпускает. Вот, и во все времена философы, опять же, вот, после научно-технической революции, философов немножечко отодвинули на задний план. В основном их работы читают различные, там, какая-то яйцеголовая интеллигенция, да, в понимании обычного человека, какого-то среднего работяги, среднего потребителя, опять же. И совершенно непонятно, для чего вся эта философия нужна, что-то они там сидят по углам, как бы какие-то мысли изобретают, друг с другом ими делятся, и вообще непонятно, для чего все это нужно. Но, как показала практика, нужно это для того, чтобы у общества была какая-то идея развития. То есть, для чего мы развиваемся, для чего мы существуем. Собственно, ответ на этот, именно этот ответ ищут, какие-то критерии этой истины ищут философы, и в определенном смысле мы с вами им тоже помогаем, тоже ищем ответ на этот вопрос. Без философии, без какой-то идеи существования, без непрерывного критического осмысливания собственной жизни и какого-то своего взаимодействия с людьми, мы придем и пришли уже, вот, собственно, к обществу потребления, которое абсолютно без каких-то, которое существует без абсолютно каких-то философских норм, приличий, там, и т.д. и т.п. просто потребляет то, что произведено другими людьми, зарабатывает деньги или берет кредиты на то, чтобы набрать себе еще больше вещей. Ну и потом мы приезжаем к обществу, где основным критерием, где основным критерием человека является его успешность. А успешность определяется количеством денег. А количество денег определяется возможностью их зарабатывать, то есть способностью крутиться, количеством связей, пониманием жизни, да, помните, кто понял жизнь работать, бросил. И, то есть, вот он, как бы, собственно, порочный круг. Что мы можем сделать? Как вот, собственно, я и сейчас, например, веду у детей мастер-класс в рамках проекта «Театр в классе», они тоже спрашивают, а что делать? А как, соответственно, вот существовать? Как где найти смысл жизни? Как все это понять и объять? И у меня один-единственный вопрос. У меня один-единственный ответ. Любое, как любые ученые, как любые люди исследующие что-либо, писатели обязаны наблюдать. И наблюдать внимательно. Мы лишены возможности, как ученые, ставить эксперименты над какими-то определенными группами людей, принимать, делать какие-то выводы на основе всех этих экспериментов и наблюдений. Но у нас есть разум, у нас есть мозг, у нас есть возможность анализировать, и мы должны этим пользоваться. мы должны отвлекаться в какой-то степени от этого мира, как вот делают, собственно, там многие писатели, да, вот они ходят где-то, гуляют, слушают какую-то любимую музыку, потом выключают наушники, много времени проводят в тишине. Кто-то ударяется в религию, как в систему определенных практик и дисциплины какой-то внутренней, потому что любая религия, да, это в первую очередь набор каких-то внутренних ограничивающих потребности человека, ограничивающих его духовно и физически каких-то тренировок. Все это там, я не знаю, вот я, например, там читал какую-то, сейчас уже не помню, какую-то там религиозную инструкцию о том, как надо вести себя в церковь. Мне ужасно понравилось выражение перед молитвой верующий человек должен привести свои чувства в тишину. Вот перед тем, как начать писать и перед тем, как вообще начать придумывать, начать изобретать какой-то проект, необходимо, как бы нам не хотелось, задрав штаны, побежать за понравившейся нам идеей, первым делом нужно остановиться, привести чувство в тишину, посмотреть, покрутить со всех сторон эту идею, посмотреть, действительно ли она соответствует тому, что я хочу написать, действительно ли я избрал какую-то правильную форму, действительно ли я прав, и самое главное, что... Самое главное, да, это, ну, собственно, что я хочу сказать, что я хочу выразить, чего я хочу добиться, что я хочу в людях пробудить, и самое главное, как бы, собственно, зачем. И неужели этого не смог пробудить или сказать, или сделать еще кто-нибудь гораздо лучше меня? Если этого не делать, литература превращается в такой тоже нынче модный поток сознания, который либо разделен на какие-то дискретные величинки, либо, соответственно, льется просто широким потоком. Ну, пожалуйста, вот вам все, что у меня есть на сегодняшний момент в голове. Хорошо, если это еще структурировано по тому или иному поводу, то есть вот я сейчас вылью на вас свой поток сознания по поводу, например, ситуации с трудовыми мигрантами. Вот я сейчас вылью на вас свой поток сознания, или, например, там есть прекрасная, в кавычках, пьеса «28 дней» на Любимовке, произвела страшенный фурор, там, по-моему, года три или четыре назад. Это какая-то, соответственно, некая девочка написала пьесу «28 дней», в которой, значит, вот так вот аккуратно в столбик пьеса выглядит как такой столбик слов, колонка слов. Вот она, значит, аккуратненько в эту колоночку выбрала все названия женской менструации, все какие-то сленговые обозначения женских критических дней, все какие-то, значит, свои какие-то измышлизмы по этому поводу. Вот все это аккуратно структурировала столбик, назвала пьесой, отправила на Любимовку, на Любимовке все пришли в полный восторг. Вот, это лучшее высказывание вообще о женщине, об ее проблемах, обо всем, что только можно, ever. Вот, пьесу назвали колоссальным прорывом, вот, девочку, естественно, молодым гением, ну, у нас на эпитеты люди не скупятся, собака лает, ветер носит. Вот, прошло несколько лет от этой девочки, естественно, ни слуху, ни духу, она вот у нас блеснула на Любимовке и куда-то делась. Что-то она там сейчас делает, я не знаю, и никто не знает, что-то я время от времени даже мониторил, потому что, ну, просто интересно же, что человек нам выдаст в следующий раз, раз он как-то вот так вот ярко и властно ворвался в наш уютненький мирок. Но, к сожалению, никаких дальнейших откровений не последовало. И сама гениальная пьеса тоже, насколько я могу видеть в культурном пространстве, дальше постановки моего товарища Юры Муравицкого, сейчас не помню, в каком городе, она как-то никуда не пошла, вот, про постановку Юры я знаю, про какие-то другие постановки не знаю, какие-то феморганизации в Питере что-то там пытались сделать, какие-то читки, но это как бы тоже дальше читок никуда не пошло. Что нам это говорит? А говорит нам это вот что, что если вы, как писатель, будете тупо следовать за какими-то модными брендами, в погоне за дешевой вот этой 10-минутной славой, вы получите свои 10 минут внимания, вот, но получите, во-первых, 10 минут внимания каких-то просто сетевых кликуш, скорее всего, потому что вряд ли вы сочините что-то действительно эпохальное, для этого нужна долгая, кропотливая работа над самим явлением. Но вы можете сочинить какую-то определенную, какую-то громкую вещь, скандальную, с помощью нее блеснуть, получить какой-то трамплинчик, дальше все равно придется уже вот рожать что-то действительно интересное, потому что вот так вот с кондачка, конечно, можно запрыгнуть на поезд, но для того, чтобы на нем удержаться, да, и уж тем более зайти внутрь и найти какое-то там в нем свободное местечко, нужен как по меньшей мере ключ проводника для того, чтобы открыть дверь в вагон, на подножке которого вы запрыгнули. А ключом проводника является, тоже будете смеяться, но такие вот банальные вещи, о которых сегодня, не знаю, ну, по крайней мере на Любимовке, вот из тех фестивалей, которые я пламенно люблю, из тех, я, собственно, сам вышел из Любимовской колыбели и театра ДОК, вот, но вот сейчас об этом почему-то на Любимовке как-то не принято говорить или мало говорят, больше стараются развивать в молодых писателях какую-то некую мифическую смелость относительно того, что вот, типа, не бойтесь писать обо всем, о чем хотите, как будто бы люди действительно о чем-то боятся писать, особенно сейчас, когда можно писать все что угодно, куда угодно скинуть, не хотите в наш интернет, чтобы вас зайдут посадили, там, скиньте в какой-нибудь другой. Вот... И это ведет к огромному количеству людей, которые относятся к жизни примерно так же, как вот я сейчас говорил, вот, то есть относятся к жизни потребительски. На самом же деле писательский труд – это даже не столько выискивание каких-то конкретных жареных тем, каких-то, значит, каких-то скандальных вещей, как бы, в жизни, за которые можно уцепиться и вытащить из них какой-то яркий конфликт. А по моему скромному мнению, основная, наверное, работа писателя – это понять причины, понять причины происходящего, объяснить и, соответственно, показать какие-то, показать какие-то способы их решения. В этом плане одним из... Я вот тоже вот и своим ученикам всем рекомендую. В этом плане одним из, наверное, непревзойденных в этом плане до сих пор, наверное, советских писателей является Иван Ефремов с его совершенно потрясающими романами «Туманность Андромеды» и «Час быка», где путем сложнейших рассуждений, путем огромной внутренней работы, путем совершенно глубокого изучения на тот момент, на момент написания его романов от конец 50-х, начало 60-х годов, человеку удалось создать абсолютно утопический, конечно, поскольку речь идет о коммунистическом мире, абсолютно утопический образ победившего коммунизма на одной конкретной отдельно взятой планете, к которому люди пришли трудно, долго, плохо, через эру разобщенного мира, через эпоху встретившихся рук, через первый инопланетный контакт, через техническую сингулярность, к которой люди оказались подготовлены. И, соответственно, вот что может сделать мир, что могут сделать люди, когда жизнь на планете построена идеально правильно. Многое они могут сделать. Сразу, если кто-то не читал, спойлерить не буду. Книжки совершенно потрясающие, особенно «Час БК», в которой вот просто до мельчайших подробностей показано современное общество потребления, куда оно ведет, что оно делает, что потом будет с планетой, что потом будет с людьми, что потом будет с тоталитаризмом и с какими-то дикими совершенно вещами, к которым мы неизбежно придем и приходим уже сейчас. На планете Земля тоже следует это признать. Почти повсеместно победил капитализм, почти повсеместно победила везде философия успеха любой ценой, зарабатывание денег любой ценой. Совершенно неважно, откуда у тебя деньги, главное, сколько их у тебя и как ты ими пользуешься. Вот, где империализм, капитализм и его крайняя форма империализма ведет нас неизбежно к миру двойных стандартов, когда кому-то в мире разрешается все, другим в мире не разрешается ничего, кто-то является сырьевой базой, кто-то, соответственно, является постоянно ограбляемым и насильно удерживаемым в тотальном невежестве и каком-то социальном коллапсе целым государством, как сейчас это, например, с Африкой происходит. Когда, да, помните, что до 60-х годов 20-го века Африку просто беззастенчиво непрерывно грабили Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Америка, кто угодно. Угодно даже Италия. Ну, то есть там у всех были колонии, все тут все прекрасно вывозили, вывозили, несчастных негров держали. Они и так-то были, в общем-то, недалеко от каменного века, а тут их, во-первых, искусно и искусственно удерживали. Сейчас вроде бы как, с одной стороны, мы тоже видим, что современный западный мир, цинично заявляя о своем изменившемся отношении и изменившихся каких-то философско-социальных концепциях, что теперь у нас и жизни черных важны, и работа у нас нужна всем, и нужно поднимать, и деньги туда надо закачивать, и вот смотрите, там вся Африка у нас больная, а мы вот сейчас... Ну, в общем, это все настолько цинично и настолько неестественно, и настолько как-то шито белыми нитками, вот эта вся их помощь, которая на самом деле, конечно же, никакой помощью не является, а является завуалированным продолжением ограбления всех тех колоний. Вот, и все это, конечно же, на фоне борьбы за демократию, борьбы за общечеловеческие ценности, за какие-то там борьбы, соответственно, за права каких-то несчастных и вечно угнетаемых сексуальных и различных прочих меньшинств. На самом же деле, как бы, Запад просто аккуратненько поменял концепцию, поменял вывеску, продолжая под этой вывеской, собственно, все свои какие-то старые пиратско-бандитские дела. Во всем этом, во всем этом нужно тотально и спокойно, долго разбираться и долго на все это смотреть, анализировать, понимать, откуда это вышло, каким образом сложились подобные отношения в нашем мире, как они влияют на людей, которые в этом мире рождаются, растут, развиваются. И, собственно, как вот мы приходим к тому, что планета населена 8 миллиардов человек, которым, по большому счету, на нее глубоко наплевать. Им главное получить кредит на то, чтобы купить какой-нибудь там 14-й айфон. Вот это действительно важно. А то, что у нас, значит, в результате безудержного изготовления и потребления этих же самых айфонов, непрерывно растет, например, та же средняя температура по больнице, по планете, на это как бы абсолютно всем наплевать. Это как бы там ученые промеж себя что-то там, во-первых, еще не ясно, правы ли они, во-вторых, ну, они умные, у коровы голова большая, пусть она думает, да, ученые что-нибудь придумают обязательно, как-нибудь они, в общем, капиталисты дадут им денег в самый последний момент, как это обычно всегда и происходит. Что-нибудь придумаем, какой-нибудь экранчик там, ну, в общем, окутаем планету салфаном и заживем, намажем йодом и заживем. Поднимать уровень образования, поднимать уровень понимания, поднимать уровень осознанности себя в этом мире, я, по моему глубокому убеждению, основная задача литературы, я очень много провел времени с различными людьми, да, в дискуссиях, которые, все эти дискуссии начинались с одного, что вот, Юра, ты не прав, искусство не несет в себе никакой идеологии, искусство не должно никому ничего учить, это акт спонтанного творения, задача критиков найти в нем какие-то смыслы, или, может, там, у автора спросить, что он имел в виду, но на самом деле даже вообще не важно, что автор имел в виду, а важно, что мы имеем в виду, глядя на то, что он имел в виду. Ну, в общем, вот это вот словоблудие какой-то, да, людей с высшим образованием, которые бесконечно меряют своим неограниченным словарным запасом, оно мне, в общем-то, никогда не нравилось, и идеологию, вот эту идею относительно того, что все является простым актом творения, ну, грубо говоря, вот нам захотелось написать, мы и написали, и больше в этом ничего такого нет. Я никогда не принимал и не приму, наверное, никогда, потому что глубоко убежден, что это не так. Любая хорошая книга, будь то «Белый бим, черное ухо», будь то «Приключения Тома Сойера», будь то «Гарри Поттер», вот, она обязательно, обязательно, во-первых, содержит авторскую оценку, авторскую концепцию, потому что автор-носитель определенной системы ценностей, которую он, хочешь не хочешь, именно ее он будет транслировать как бы нам через свои произведения, да. Гитлер никогда бы, наверное, не написал бы «Гарри Поттера», а если бы написал, он был бы у него каким-то, ну, совершенно не таким, как у Джоан Роулин, правильно? Потому что Гитлер был носителем другой идеологии, вот, и Ленин был носителем другой идеологии, и Путин сейчас носитель другой идеологии. Если каждый из них напишет по книжке для детей, понимаете, они будут все три очень-очень сильно разные. Вот. А дети, прочитав эти книжки, тоже вырастут очень сильно разными. Вот. И я считаю, что особенно сейчас, в 21 веке, когда мы перебрали, уже путем прям практически научного тыка в некоторых случаях, мы перебрали огромное количество философских концепций, государственных, значит, каких-то способов устройства общества, и ни одна из этих концепций не оказалась выигрышной. Она не... Куда-то она двигала там время от времени либо кучку олигархов еще более наверх для того, чтобы сделать их богаче, либо приводила к каким-то реформам в системе образования, благодаря которым в обществе увеличивалось количество сильных, смелых, умелых, самое главное, людей, которые двигали вперед его технический прогресс. Поэтому именно сейчас, когда на дворе у нас 21 век... Ой, извините, я что-то не то нажал, и я теперь никого не вижу. Мы тебя слышим... Не-не-не, все-все вижу, да. Вот. Именно сейчас, когда у нас на дворе 21 век, когда некоторые шаги к объединению человечества в некую единую семью, потому что именно в объединении человечества в некую единую семью, даже не в единое государство, а именно в единую семью. Именно здесь, мне кажется, вот здесь этот самый ключ проводника, который открывает тот самый вагон, на подножку которого мы вскакиваем с нашими какими-то первыми или там кому повезет, какими-то удачными литературными опытами. Вот. Вот каким образом мы можем прийти к концепции единой семьи, от чего мы должны при этом отказаться, понятное дело, что отказ будет очень простым и сопряжен с крайне сложными и жесткими процессами в обществе, потому что на сегодняшний момент наше общество изо всех сил, вот даже несмотря на то, что техническая сингулярность стягивает нас вместе, уменьшая расстояние между нами, то есть вот мы придумали самолеты, мы придумали реактивные самолеты, сейчас мы придумаем Маглев, это эти самые скоро вот эти электромагнитные поезда, которые с какой-то невероятной скоростью значит нас куда-то везут, вот, очень скоро придумается Маглев, очень скоро значит соответственно расстояние между людьми сожмутся до просто вот уже какого-то ну совершенно незаметного расстояния незаметного числа уже сейчас в кармане у каждого из нас есть устройство мгновенно подключающее нас к любой информации на планете Земля, вы только вдумайтесь на самом деле, 60 лет назад мы запустили первую ракету, всего лишь 60 лет назад, а сейчас уже мы просто слазив в карман и включив телефон можем наблюдать там пуск любой ракеты, любой футбольный матч, любое событие на нашей планете, причем практически в режиме реального времени с какой-то небольшой задержкой по GPS или часовым поясам. То есть человечество с одной стороны с помощью технического прогресса идет к тому, чтобы все-таки превратиться в некую единую семью. С другой стороны, изо всех сил этому процессу мешают изнутри общества какие-то либо оставшиеся какие-то ну просто старинные пережитки уже совсем какие-то совсем старинные пережитки в виде различных религий, которые вы как умные думающие люди читающие наверняка знаете, что само понятие религии у человека возникло всего 40-50 лет тысяч лет назад. Какие первые ритуалы у перволюдей в эпоху какого-то там средней неолит что ли или средний палеолит вот были уже тогда потом вот значит соответственно вот у нас есть нас разъединяют какие-то различные религии внутри религий действуют секты от сект постоянно откалываются значит какие-то субсектанты да какие-то различные как вот например моя любимая история есть у нас в Сибири такой бывший киевский милиционер Сергей Тароп который значит соответственно где-то там в заднице мира нашел бога и соответственно теперь он у нас отец Вессарион вот в Сибири значит он сидит у него там какой-то город солнца куча каких-то значит обманутых несчастных людей там носит ему до сих пор деньги ну вроде бы их как уже сейчас всех разогнали но довольно давно все это было вот понимаете все эти вещи возможны только в обществе с незначительным уровнем образования всего только в таком обществе только в каком-то вот насквозь не то что насквозь в обществе в котором есть вот внутри глубоко что-то неправильное только в этом обществе какой-то киевский милиционер которого выгнали из Киева и из милиции значит соответственно за несоответствие должности может куда-то убежать на три года, а потом через три года вернуться, и на его долю хватит лохов, чтобы целый город солнца построить, понимаете? Это на самом деле очень горестная ситуация, и это является наибольшей, по моему, опять же, скромному мнению, наибольшей проблемой этого мира. Именно с этой проблемой писатели должны работать больше всего над повышением уровня образования у людей, над повышением критического мышления, над развитием какого-то непрерывного анализа этой жизни, над повышением художественного вкуса, опять же, понимаете? Это не означает, что вы должны транслировать свой. Вы, во-первых, должны непрерывно сами свой повышать. Во-вторых, искренне интересоваться людьми и проявлениями плохого музыкального вкуса, ну, я не знаю, такого, как, например, там, феномен вот этих вот каких-то безголосых, совершенно диких, совершенно какие-то диких, совершенно культурных явлений, которые просто невозможно было себе представить даже. Вот. Даже 30 лет назад, даже в 90-е, когда у нас запели «Жены бандитов», если вы помните, да, была у нас там, были у нас там всякие Ларисы Черниковой с какими-то дикими совершенно композициями, там, «Я люблю тебя, Дима», «Что мне так необходимо, ты возьми меня в полет, мой единственный пилот». Вот. Но это... И это тоже, конечно же, тоже было проявление капиталистического мира, где можно заплатить денег, и тебя без всяких летований, без всяких каких-то разрешений, чего-то там еще, просто заплатить денег, и вот тебе, пожалуйста, как бы твоя мелодия играет из каждого утюга. Как вы понимаете, да, Ларисе Черниковой это не очень помогло. Поиграла ее мелодия, как бы, три года ее забыли. Вот. И понятное дело, что подобные феномены в обществе, устроенном таким образом, как наши сейчас, они будут всегда. Вот, пожалуйста, у нас сейчас есть Моргенштерн, вот у нас, пожалуйста, сейчас есть Валя Карнавал какая-нибудь, которая, вот я недавно видел интервью... Не интервью, а какое-то там типа шоу, что ли, в интернете. Сидит Валя Карнавал, сидит Лариса Долина, сидит Максим Галкин, понимаете. И Лариса Долина запевает какую-то, спела какую-то распевочку простенькую, простенькую, да, вокальное упражнение какое-то. Даже не упражнение, а просто разминка для голоса, с которого обычно начинают упражнения. Вот. Валя Карнавал не смогла повторить ни одной ноты, а, к слову говоря, да, вы сейчас можете слазить в интернет, в YouTube, посмотреть, сколько подписчиков у Вали Карнавал, какое влияние она может оказать на людей, понимаете. Это ее подписчики, это люди, которые настолько ее любят, что дают ей деньги, на которые существует Валя Карнавал, как человек. То есть она на эти деньги покупает себе продукты, она на эти деньги покупает себе еду. Вот. Понятное дело, что у нее всегда найдется там большое количество 13-15-летних лошков, которые отдадут ей свои деньги от школьных завтраков, вот, чтобы еще раз послышать блеяние вот этой вот совершенно какой-то безголосой певички. А теперь внимание. Когда Лариса Дольна, значит, спела Валя Карнавал, не смогла повторить, Валя Карнавал тут же, она, вот, понимаете, эта девочка еще сидит, и она такая набита готовыми ответами, да, готовыми какими-то цитатками на все случаи жизни. Она их из интернета надергала, прям видно, вот, потому что у нее даже мысли в голове никакой нет, она просто вот как этот, как пульсар в галактике. Он вот вращается и спускает, как магнитар, и спускает какие-то джеты, значит, да, в обе стороны, вот, энергетически. И здесь точно такая штука, из нее время от времени вылетают какие-то фразы, смысл которых она даже не понимает, вот, а это прям видно, потому что вот, например, Лариса Черникова ей говорит, ну, слушайте, ну, какая вы нафиг певица, Валя, вы начинающая девочка, которая что-то там где-то услышала, что-то там можете извлечь какие-то пару писков, как бы там из горла, из своего, какой-то детский голосок, как бы все, вы сейчас вот не смогли повторить, вы ни в одну ноту не попали. На что Валя Карнавал на полном голубом глазу отвечает? Ну, это у вас такое мнение, а у меня другое. Вот вы считаете, что я плохо пою, вообще не умею петь, а я считаю, что умею, и мои там, сколько там, миллион подписчиков тоже считают, что все окей, вот их реакция, вот у меня там миллиард лайков, они мне надавали, вот, значит, соответственно, вы не правы, а я да, и даже если вы правы, а я нет, ну, какая разница? Ну, вот, абсолютно никакой. Понимаете, это все симптомы, я боюсь, что это все симптомы каких-то очень неправильных и глубинных изменений в сознании людей, которые в том числе произошли вот в результате того, с чего мы начали разговор, в результате технологической сингулярности, которая дала многие возможности умным людям, но те же самые возможности она дала и всем остальным. И каждый глупец, и каждый балабол, и каждый пустозвон в интернете получил в итоге свою аудиторию. Сейчас можно любой абсолютно блог завести в Телеграме или в Ютьюбе ли. Я вот очень внимательно за все эти штукой время от времени слежу, вижу, куда это все катится. Вы, возможно, даже не представляете себе, куда. Это вот к тому, что писатель должен быть очень внимателен к окружающему миру. Я вот внимателен, я вижу, например, что сейчас огромную популярность набирают наркоблогеры так называемые. Это товарищи 12-13, подчеркну, 12-13-14-летней девочки, которые ведут блоги в Телеграм, где они... Телеграм невозможно отследить, как мы сейчас помним, да, и все в него радостно прибежали, потому что вот тебе ФСБ, как бы больше ты меня не увидишь, не услышишь. Так вот, эти девочки в Телеграме, 12-13-14-летние девочки, ведут наркоблоги, где они в прямом эфире ставятся героином, метадоном, через шприцы, вот прям вот так, вот прям вот так вот показывают, понимаете? Как все делать, чего, контроль, как выбирать, как вену находить. Это огромной популярностью пользуется. И к ним набегает огромное количество людей, которые дают им деньги, чтобы они еще больше покупали наркотиков себе, и еще больше радовали своих подписчиков вот подобным контентом. Буквально на прошлой неделе 14-летняя девочка загнулась от передоза прямо в прямом эфире. Понимаете, ни одного такого текста на Любимовке вы не увидите. Ни единого. Там сейчас сплошные мигранты, феминизм, абьюз, значит, какие-то вот эти и прочие очень актуальные для нашего времени вещи, понимаете? Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что огромное количество авторов в Любимовке поняли конъюнктуру. И они пишут об этом. О том, что даст им простой, легкий, заметный куда-то там старт. Понимаете? Для того, чтобы запрыгнуть на подножку вот этого поезда, как бы чтобы куда-то приехать по жизни. Вот. Ну что, друзья, может быть, какие-то вопросы у кого-то есть? Так, коллеги, если есть вопросы, задавайте, пишите в комментариях. И у меня на самом деле тоже есть, с одной стороны, некий комментарий, и с другой стороны, есть пара вопросов. Вот смотри, Юр, во-первых, мне кажется, что там в конкретном случае с Любимовкой там еще все от определенных персоналиев зависит, да? То есть мы все все с тобой знаем, да? Кто, что и как, да? Мы с тобой приходили на другую Любимовку. Да, да, абсолютно точно. При Угарове было «Не забалуешь». Абсолютно. Вот. Это же потом началось, когда пришел Женя Казачков, и прозвучали слова там «Хорошо написанная пьеса, что ли, блин?» или «Правильно написанная пьеса». Ну, в общем, что-то такое, не знаю. Вот. И сейчас там снова сменилась команда. Там сейчас мой ученик, Алжас Жанайдаров, и не знаю, мне кажется, что посмотрим. У Алжаса, кстати, хорошие пьесы, да, мне нравятся. Да, очень хорошие. Он очень хорошо пишет. И мне кажется, что и мастер из него будет толковый. Он очень умный. Дай бог. Политически осознанный человек. Политически не в том смысле, что там, политически правильный, а в том, что он строит что-то. То есть он строит некое комьюнити. И вот я думаю, что еще узнаем мы его. Вопрос у меня такой. Вот смотри. Получается такая очень парад... Ребят, если есть к Юре тоже вопросы какие-то, или замечания, комментарии, возражения, вы пишите в чате, я сейчас все зачитаю. Вот то, что нас объединяет, вернее, то, что должно нас объединять, да, то есть вроде бы, по идее, правильные мысли, да, борьба с расизмом. Ну, кем надо быть, чтобы с этим спорить? Равные права мужчин и женщин. Никаких возражений. Абсолютно. Да, что там еще? Не знаю, свобода слова, либеральная экономика, и так далее, и так далее. Я за все это как был... Экология, пожалуйста. Да, то есть все это как бы какие-то вот хорошие, правильные, понятные вещи. Но почему это все приводит? Вот даже в нашем драматическом, драматургическом кругу, да, я вспоминаю наше Никольско-Вяземское прекрасное, когда мы были все вместе, все были, да, и казалось, что впереди нас всех ждет только счастье. И сейчас я смотрю, где мы все, да, то есть кто-то в окопе с автоматом, кто-то в Финляндии в женском платье, да, и так далее, и так далее. И я задаюсь вопросом, а как так получилось? Что драматургия, да, вообще это вещь, которая должна объединять. Почему мы все разосрались? Почему, как получается, что те инструменты, которые должны служить объединению, они служат разъединению? Есть ли у тебя ответ на это? Отчасти есть. Потому, ну, во-первых, смотри, как получилось. В Никола-Вяземском и вот в первой половине нулевых, где-то вот, наверное, года до десятого, где-то, наверное, вот так, мы все были одной командой, вот, и... Опять же, вот тоже, если обратиться там к Мишиному какому-то, Мишу Турненкову, старому интервью, он даже где-то в чем-то в нем действительно прав, поскольку, если ты помнишь, во второй половине нулевых там сложилось такое, в общем, сложилось какое-то такое Любимовское и Театродоковское ядро. Да. Такое большое, как бы, в котором был там отчасти Женя Гришковец, отчасти, значит, был там Ваня Ворыпаев, Слава Пулинович, Слава Дурненков, Миша, Митька Егоров, значит, ну, там много кто был, вот, и мы все, в принципе, были все очень близкими друзьями и по жизни, и по литературе, и думали одинаково, боролись как-то за одно и то же, и т.д. и т.п. После 10-го года, вот тоже, опять же, тоже такая интересная штука, после 10-го года, с развитием технической сингулярности и с развитием, да, каких-то гаджетов, да, интернет, соответственно, уже там после 10-го года, уже и вай-фаем никого не удивишь, там, помнишь, раньше было вот это вот все, там, интернет по, у тебя интернет по карточкам, а у меня выделенка, у меня, значит, там, проводочек есть такой, который... Диалаб, диалаб, вставляешь туда, и все, значит, вот, потом вообще у меня вай-фай, а у меня там вот это, а я вай-фай ловлю там из магазина напротив, ну, вот, в афише, я помню, писали целый мануал, как, значит, подключаться к вай-фаем, значит, чужим, вот, после 10-го года на Западе, опять же, вот, поперла такая в политике популистская повестка, вот, когда настоящую борьбу, видимо, я не знаю, там, не хочется разговаривать о каких-то мировых заговорах, но, скорее всего, это было просто естественным путем, когда политики настоящую борьбу за действительно какие-то вещи и права начали уводить в сторону вот определенных каких-то популистских высказываний, понимаете, понимаешь, и получилось так, что зачем нам строить школы для негров в Африке, мы лучше снимем фильм о том, какие они хорошие, да, мы лучше негра-эльфа сделаем и все, тело расизма закрыто, мы сделаем негра-эльфа, мы разрешим неграм играть короля Артура, мы разрешим вообще, ну вот, пожалуйста, делайте вот все, что хотите, как бы, мы разрешим неграм снимать фильмы про негров, вот, и негры стали снимать фильмы про негров, как бы, вот, вот как хорошо, понимаете, вот, а при этом, да, то есть, при этом, я много просто по этой теме и в интернете дискутировал и с бывшими друзьями, и с коллегами тоже, вот, и как бы, вот вы сейчас все боретесь, как бы, за какие-то страшенные права женщин в Европе, здесь, значит, там, с какой-то, там, какой-то несчастный все, вот этот у них закон, там, о домашнем насилии, который они там пытаются куда-то пропихнуть, вот, а при этом, как бы, то есть, вот во всем мире, вот, там, я не знаю, в Африке, например, существует группировка Бока Харам, которая крадет девятилетних девочек и совершенно нормально открыто выставляет их в интернете на аукцион, вот, продает их в качестве жен, вот, вот каждый может, вот, купить себе девятилетнюю африканку, например, запросто пожалуйста, если вы исповедуете ислам, вот, и наверное, как-то сможете ее вывести и привезти сюда, ну вот, пожалуйста, запросто, вот, а вот здесь почему-то никто не борется за права женщин, вот, например, я не очень понимаю, как, как, как уживается, про Бока Харам Анжелина Джоли не снимает, уживается проект Миту, да, как он уживается, например, ну, откровенной пропагандой педофилии, например, что-то не бьется, как-то не бьется, так, совершенно, а сейчас они уже доехали до того, что четырехлетние мальчики у них там заявляют о том, что они хотят сменить пол, и за них сразу же вступается вот это гигантское сообщество, и попробует только вякнуть просто вот что-нибудь относительно того, что мальчику всего четыре года, и может быть подождем, пока ему будет хотя бы четырнадцать, вот, это, конечно, тоже ни о чем, но может быть хотя бы этого времени подождем, нет, ребята, вы за десять лет нанесете четырехлетнему мальчику страшную душевную травму, давайте его пичкать таблетками прямо сейчас, и угадайте, кому этот четырехлетний мальчик набьет морду, как только ему станет двадцать четыре, Да, если он доживет до двадцати четырехлетнему мальчику. Если доживет, да, еще, соответственно, да. Так, вот вопрос, поясните, пожалуйста, термин сингулярность максимально простым языком. Смотрите, сингулярность это, ну, Я так понимаю, ты используешь определение немножко не в классическом физическом значении. Не, не, смотрите, есть два значения, есть точка сингулярности физическая, да, некая, это физическая величина, не физическая величина, физический термин. Например, точкой сингулярности была наша Вселенная в свое время, там, вот, перед самым большим взрывом. Это некая точка абсолютной плотной, это я сейчас про физическую штуку говорю, про физический аспект. Это некая точка абсолютной плотности, какой-то бесконечной, точнее, плотности какой-то материи, где физические законы уже не работают. Но, есть еще понятие технологическая сингулярность. Это когда техническое развитие цивилизации достигает таких высот, достигает такого уровня, что для среднего человека становится совершенно непонятным. И средний человек уже, обычный человек, он такой статистически средний, он уже не знает, как это работает. Это уже фактически магия. То есть, техническая сингулярность ведет нас без, вот это очень важно, без повышения уровня образования, без повышения его качества. Она ведет нас, ну, по сути, как бы в каменный век. То есть, у нас будет общество, которое совершенно не знает, как что работает. Вообще. То есть, начиная от кухонного комбайна, начиная от умного дома, который ты входишь, ты лично входишь, он уже считывает твое ДНК, тут же поднял тебе нормальную температуру, здесь включил тот свет, который не раздражает твою сетчатку, здесь включил музыку, здесь уже тебе приготовил, значит, еды, и вот все прочее. И ты не знаешь, как это делается. Ну, в смысле, если ты любознательный человек, да, то ты полезешь в интернет смотреть. Но ты, ну, мы же с вами понимаем, да, что любознательный человек, это один-два человека на десять человек. Мне кажется, Юра, это путь такой, какой-то новой техномагии такой. Скажите, да, 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 Алиса, делай там мне что-то там, свари мне яичницу. Да, да. Рождение каких-то этих самых. Так, Светлана спрашивает, так что важнее, идея даже безграмотно оформленная, редакторы все исправят, или общий уровень образования, может ли идея гениальная появиться у неначитанного, ненасмотренного? Очень хороший вопрос, по-моему. Смотрите, гениальная идея может появиться у неначитанного и ненасмотренного, но он не сможет ее развить. Согласен. Вот, вряд ли, точнее, вряд ли он сможет ее развить во что-либо хорошее и путное, понимаете? Вот, например, вот очень, давайте вот прям с кино, хорошие примеры. Вот есть прекрасный фильм «Солдат Джейн». Появилась у человека отличная идея написать кино действительно про борьбу женщин за свои права, сделать его правильно, четко, хорошо, красиво. У человека хватило образования, хватило любознательности, хватило чего-то там еще. Все, отлично, мы имеем прекрасное, или давайте по-другому, или там фильм «Чужие», или там «Чужой», есть у нас там Эллен Рипли, вот, ну ни у кого никогда никаких вопросов вообще не возникает. Они никого не раздражают ни своей силой, ни своей напористостью, ни своей целеустремленностью, железной волей, чем-то еще. Красавица. Вот, умница, комсомолка, спортсменка, приятно посмотреть на такого персонажа. Даже с ней могут происходить, она остается при этом женщиной, она остается человеком со своими слабостями, с какими-то вещами. Вот. Теперь давайте возьмем, вот это вот был фантастический фильм, каких там, 80-х, по-моему, до начала годов, чуть ли не конца 70-х. Вот. Теперь берем современное кино «Харли Квинн» и «Хищные птицы». Ой, очень плохой фильм, по-моему. Да, да, очень плохой фильм. Что мы в нем видим? Эталонно плохой фильм. Эталонно плохой фильм, который сделан, вот я уверен, идея была та же самая. Да. Идея была абсолютно та же самая, но человек ненасмотренный или насмотренный чего-то не того, или уже как в «Снежной королеве» Ворон Герди объяснял, что вот какая она умная, она прочитала все газеты на свете и уже давно позабыла все, что прочла. Вот она какая умная. Вот. Да. Что мы имеем? Мы имеем отвратительного главного персонажа, главного героя, вот, человека без моральных качеств, человека жесткого, жестокого, противного, подлого, гадкого, которого нам в течение двух с лишним часов вот показывают во всех ракурсах и вроде бы как требуют, требуют внимания. то есть в случае с Рипли мы ничего, от нас ничего не требовали. А здесь от нас требуют его уважать. Не просто любить, а еще и уважать. То есть как бы за что? При этом нам не под... Да. Юр, слушай, 11.00, надо следующего спикера выводить. Огромное тебе спасибо. Мне кажется, что очень, очень глубокий разговор. я только сейчас понял, насколько я по тебе соскучился. И прям я очень рад, что тебя позвал и что ты откликнулся. Спасибо. Давай, будь здоров, удачи тебе и вдохновения. Да, благодарю, взаимно.